так насчет вопросика который мне задали по поводу инвалидной коляски это вот этот получается 75 ампер было и хочет человек поставить два типа аккумуляторов которые он скинул там я по названию нашел маркировку короче это не гелевый аккумулятор это везде написано это агэм аккумуляторы я вообще не представляю почему здесь вот написано тяговый гелевый аккумулятор это вот тут ниже написать гелевый тяговый аккумулятор так у прикольно тяговый аккумулятор по технологии агэм а джем тяговый гелевый аккумулятор это где-то они перепутали по ходу вот эти таблички характеристик тоже перепутаны так это получается токи разряда когда мы закладываем посмотри у нас получается 90 ампер может храниться там 92 ампер часа если мы разряжаем 20 часов если мы делаем пиковые мощности да у тебя два мотор колеса по 500 ватт это примерно в пике получается около трешки ток соответственно емкость там уже точно 90 ампер не будет будет по минимуму поэтому вот подобные вещи я бы не рассматривал что-то как-то они слабоваты хотя вроде бы как бы для электротранспорта предназначена я не знаю по крайней мере кривое какое-то описание вот я нашел и везде как бы ну какая-то ересь написано то есть по идее у тяговых аккумуляторов которые эти скинул да у них токи разряда получается как а у нас с вами может аккумулятор отдавать какую-то мощность без потери а тут у нас получается какие-то ну очень интересные графики видите как будто вот эту цифры добавили то есть 20 часовой разряд то есть там есть определенную мощность но при пиковая например как у литиевых аккумуляторов там 05 сида то есть тут тоже самое есть то есть если у нас емкость например 100 ампер часов у тягового аккумулятора мы запрашиваем 50 у нас емкость также будет 100 ампер часов или там 25 или 30 ампер но никак не вот в часовом разряде я вот даже не представляю по идее это надо пять часов разделить короче 12 может на 100 этот 1 и 2 киловатта разделить например на 20 на 5 на 3 часа и так вот таким образом мы получаем какую мощность мы можем с вами нагружать но что-то как-то бы показатели их очень маленький поэтому я тебе скинул другой тип аккумулятора и вот мне вот не понравилось то что здесь получается это когда мы оставляем 20 процентов заряда и типа 600 всего лишь циклов этого на два года то есть вот этот аккумулятор это что-то типа зеленой линейки самый дешман вот как то вот мне вот это вот не зашло именно очень очень как-то слабо цена 21000 блин так и вот у этого вот кстати сегодня было больше цена 20 чем-то сейчас смотрю уже около 20 прикольно но все равно цена какая-то громадная и получается тут 90 и по факту если у тебя как бы видишь коляска получается в нагрузку где-то едет в горку еще что-то у тебя там в пике может доходить до 3 киловатт то есть но получается в среднем у тебя киловатт потребление будет то есть пиковая это когда ты газ даешь то есть ускорение до в этот момент кратковременно у тебя может мощность до 3 киловатт доходить потом дальше она начинает спускаться либо в норме да там два умножить на 500 либо соответственно меньше ну то есть кратковременный импульс может быть до 3 киловатт доходить и таким образом эти аккумуляторы ну как бы неплохие по идее по той формуле что я выше сказал если все это дело посчитать будет вроде бы как бы неплохо но как бы странно и циклов мало и цена такая высокая и качество ну короче ты сам там написал насчет того что купил бы лучше бы литий но чё-то лития нет и он дорог ты как бы не там смотришь вот смотри сейчас я вот такие вот аккумуляторы на 24 прям вольта есть 100 ампер часов и цена у них примерно столько же сколько стоит тот сотки есть покупаешь там по факту 50 70 80 90 в основном там вот такие вот стоят суть заключается не в этом сейчас любой магазин их начинает продавать по солнечной энергетике то есть достаточно большого этого всего дела универсальность вот кары солнечная энергетика мотоциклы транспорт то есть два таких аккумулятор купил мотоцикл да вот тебя 48 вольт стоим пер часов это дальность по веске очень прям космическая или 3 вот уже сразу будет на 72 вольта аккумулятор и так далее и тому подобное то есть вот такие вот вещи примерно 20 30 тысяч стоит то есть я бы на том месте все таки вот такой бы один посмотрел но сразу говорю что если у тебя зарядка соответственно под свинец бери сразу комплект что в комплекте было зарядное устройство именно под этот литиевый аккумулятор для дома безопаснее и для коляски естественно литий железо фосфат то есть берешь вот такой готовый смотришь зарядкой и это проще как бы ищется по тем магазинам которые могут тебе продать непосредственно или тебе оплатить вернуть то есть смотришь по магазинам которые есть по твоему городу стране и так далее я просто написал откуда и таким образом как бы уже от этого отталкивайся они есть везде вот эти аккумуляторы они вот сейчас начали появляться я тоже про них хотела рассказать это очень перспективная замена свинцу потому что свинец именно за своего веса очень дорог смысла любой свинец покупать типа тяговый агм гелевый и так далее нет потому что именно цена понимаешь сейчас транспортные расходы очень велики и проще вот такой аккумулятор который будет как два или два с половины свинцов ну то есть и будет два с половиной как один свинцовый аккумулятор на ту же самую емкость ну то есть смысл вести один тот когда можно в два раза больше денег заработать например не таких поэтому рассматриваю такие вот варианты это я у тебя на алике показывают а что вот есть такое да на самом деле можно другие магазины посмотреть просто они сейчас везде продаются магазины я не рекламирую никакие поэтому никаких не буду указывать и озвучивать насчет 10 процентного заряда хотел бы там профессионалам сказать ребят ток заряда у аккумулятора вот пишется что такое 10 процентов это максимальный ток заряда аккумулятора вот смотрите 90 ампер часов максимальный ток заряда составляет всего лишь 10 ампер то есть вы 10 ампер на зарядку берете или 20 аккумулятор будет в районе 10 11 а перси убрать некоторые 9 все зависимости от того насколько он заряженный или разряженный для тех кто именно электротранспортом и колясками или еще чем-то увлекается ребят как только вы разрядили аккумуляторы старайтесь для того чтобы он у вас на дольше прожил старайтесь сразу зарядить и вот эти вот характеристики как бы мы учитывайте при выборе аккумуляторов также смотрите количество циклов вот у этого аккумулятора смотрите уже 700 а у лития получается в разы больше даже вот для примера вот 60 когда лития тут уже сразу нас и зарядное устройство ты так понимаю идет в комплекте вольтметр так здесь только вольтметр вот зарядное устройство на 60 ампер вот 24 вольта 100 ампер зарядное устройство и вольтметр до 24000 стоит и количество циклов у него получается 4000 то есть 600 700 не пойми как и хранить и так далее всего лишь два года он более-менее отслужит дальше мы естественно электротранспорт штука такая что она сказок вот этих вот не терпит про восстановление аккумуляторов и так далее поэтому вот это вот лучше один раз вот так заплатить и очень долго этого не касаться но а свинец даже когда вздыхает он может двигаться до литий когда вздыхает ты уже не поедешь вот как бы это тоже надо учитывать то есть у свинца как бы нет балансира бмс и так далее то есть если что у тебя аккумулятор свинец не заблочит именно бмс к ауты лития если что случилось он заблочит и дальше тебе придется как-то катиться то есть это надо как бы тоже учитывать то есть а преимущество по количеству циклов и в принципе по цене на сегодняшний день но не только на сегодняшний уже достаточно давно непосредственно перед литием то есть литье уже давно занимают лидирующие позиции в плане цена емкость в плане ресурса до количества непрерывного срока службы или циклов в общем как то так но очень смешно когда люди про 10 процентов до сих пор говорят ты горит порог напряжения подними там до 15 до 16 вольт и у тебя будет там больше ток вливаться я поднимаю мне не вливается и тут производитель указывает просто так вот эти интервалы которыми нужно пользоваться для того чтобы зарядить аккумулятор нет ты вот не слушают про эти интервалы ты там как некоторые авторы советуют которые книжки какие-то умные читают технологии которых уже нету на котором на смену пришли новые технологии но там якобы поднимаешь напряжение и током заряжаешь ли маленьким током ну капец я ни разу не видел чтобы солнечной энергетики аккумулятором заряжали током 100 миллиампер и по 30 дней до чтобы он полностью зарядился а потом его эксплуатировали там еще и у инвертора есть свое потребление которое в принципе на это влияет сказочники вот смотришь на это все знаете как-то печальность нет насчет этого даже вот я бы не смотрел честно это несмотря на то что тебя до выделяет или частично гасят мне вот вот это вот не нравится уже то что всего 600 циклов но это два года понимаешь это ты уже почувствуешь что у тебя будет не хватать уже на следующий год то есть надо хотя бы у которых там 1200 циклов у оранжевой линейки например есть аккумуляторы 1200 циклов два раза больше так это тоже тяговая г.м. понимаешь а это получается какой-то дешевый шлак и как бы мало такой вот и он стоит то не дешево но поэтому когда тебе предлагают как бы дешевые аккумуляторы с низким ресурсом и так далее по высокой цене только в этом диапазоне на цены искать другие варианты которые будут более предпочтительны но это как бы я так смотрю как бы там моя точка зрения опять-таки акцентирую внимание то что я вижу эту информацию анализирую и выдаю в общем как-то так одни заблуждается про то ну а другие просто даже не знают что на сегодняшний день в этих аккумуляторах уже нет смысла